И всем привет, ребят, с вами Страбаник, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно продолжению обзора рикошета. Сегодня у нас на обзоре будет устройство адреналина, вчера на стриме вечером. Я, можно так сказать, протестировал все устройства, которые мне были интересны на эту пушку, рассмотрел их и понял для себя, что, наверное, на рикошет. Сейчас самое интересное устройство это плазмофакел и адреналин, что касаемо дальности, то там есть свои проблемы с быстрым нанесением урона, соответственно, оно становится не таким актуальным, хоть и у вас есть хорошая дальность. Что касаемо дестабилизированной плазмы, поиграл на ней тоже это устройство с пушом на рикошет, которая, ну, чисто теоретически имеет какой-то вес, но реализовывать его довольно-таки тяжело. В матчмейкинге по поводу устройств с пробитием и берсерка я даже, если честно, их полноценно не рассматривал, так как и так знаю, как они работают. И их сама механика и реализация, по моему мнению, не является столь жесткой и актуальной в нашем матчмейкинге. Поэтому у меня сегодня на тест устройство адреналина, сыграем сегодня на дико рикошете с адреналинчиком, плазмофакел мы уже реализовывали и мне он, если честно, понравился. Поэтому надеюсь на то, что мы сегодня также сумеем реализовать дико рикошет с адреналином и по режиму сегодня мы выберем режим дефолтный, тдм очки. И скатаем, я думаю, что одну катку, скорее всего, нас закинет в новую. Ну и посмотрим, сколько мы в ней сможем набить. Надеюсь на то, что получится сделать хороший результат, ну и по итогу чуть-почуть зафармить. Что касаемо вообще, в принципе, баланса рикошета, скажу, что изменения реально чувствуются. И вчера, играя на этой пушке, я для себя понял, что теперь она является конкурентно способной. И по балансу, ну, наверное, таки стала примерно такой же, как молот, как твинс. И работает очень круто. И единственная дальность, да, то есть дальность небольшая. Так, по баллону, по урону прям очень приятные цифры. Ну и понятное дело, что в определенных боях, где нету резиста от рикошета, теперь можно спокойнейшим образом брать эту пушку. И вот так вот с одного рикошета наносить по 800, скрита 1200 урона. То есть урон очень и очень хорошенький. Залетает и, ну, реально по кайфу, реально по кайфу на такой темочке наваливать. Так, у нас уже выпадает овердрайв на центре. И есть у нас два целых против устройства с оглушением. Ну ладно, пока что я не буду менять резист. У нас противники что-то выходят-заходят. Не буду, вернее, не резист менять. Имуночку на корпус. Пока что оставлю ее такой, какая она у меня есть. Ну и попробую просто поиграть на тиммейтов. Попробовать посмотреть, что здесь у нас вообще будет обстоять с критами на диктаторе. Так как на диктаторе я, если честно, особо много не катал. Я сыграл вчера на диктаторе только с плазмофакелом. Поэтому будет интересно посмотреть, как себя покажет адреналин с диктатором. Ну, криты, конечно, по 1200 урона. Это прям очень сильно. Один апельсин, 1200 урона. Приятно, очень приятно видеть настолько сильно жесткий рикошет. Ну и до сих пор противников у нас почему-то не закинули в большом количестве. 1300. 1300 урона с адреналинчика. Это и у меня еще больше половины хп. То есть, грубо говоря, наверное, даже до полторушки можно накинуть, если у тебя будет минимальное количество здоровья. И ты будешь наносить урон на дикта... Ну, на любом корпусе, как бы с рикошетом, с адреналином. Хорошие, хорошие циферки. Жалко, что сейчас противник особо сильно не катает здесь. И нам, ну, скорее повезло, наверное, с каткой, что нам попался такой неопытный и слабый оппонент. Ну и посмотрим, сколько вообще здесь очков можно будет наколотить. 10 киллов у меня уже есть за 2,5 минуты. Примерно сейчас должен выпадать овердрайв на центре. Посмотрим сейчас, кстати, еще по устройствам. Устройства уже с оглушением вышли с карты. Зашли другие бойцы. Дальность была бы еще бы чуть больше у этого рикошета. Примерно такая же, которая была раньше. Но тогда вообще цены бы ему не было. Тогда бы он вообще показывал не то, что хорошие результаты. Он бы показывал бы супербомбические результаты. Но даже с такой дальностью этот рикошет показывает себя довольно-таки неплохо. Так, забираем дроповый голдик. Контейнер был бы вообще, конечно, прекрасен. Ну, тыщеночка лишняя тоже у нас не будет. Но противника нет. Нет противника. Просто нет. Надеюсь, что сейчас закинет кого-то сильного. Но то первые бойцы, которые залетели, как-то они даже не хотят себя здесь как-то показывать, реализовывать. Но у нас по киллам, по очкам вообще все бомбически. 270 очков. Овердрайв есть сейчас будет. Тяжело что-то противопоставить такой комбине без резиста. Понятное дело, что резистом контрится оно. Но резист это дело такое, знаете, как рез одели, вы взяли, хоп, переодели на пушечку другую и все. И все, и все четко у вас сразу стало. Поэтому как пушка, которую можно менять, рикошет сейчас, ну, просто идеален. И эти цифры, которые вылетают у него, они, честно говоря, порой кажутся даже какими-то не то что хорошими, а даже безумными, да. То есть, когда ты с одного шарика можешь нанести 1300 урона, при этом у тебя баллон быстро возвращается, да. То есть, оно реально, ну, хорошо работает, да. И, возможно, многие еще недооценивают возможности этой пушки. И то, насколько много урона на ней можно будет наносить в матчмейкинге. Так, я вижу, что там есть два пробития. Теперь уже точно есть смысл переодеть иммунку. Так как у нас уже прошло треть боя, и смысла, наверное, оставаться с той иммункой, от которой у меня нет иммун... Ну, которой нет, грубо говоря, защитки. И играть с ней будет как-то глуповато. Мы можем просто взять переодеться на нужную мне. И спокойно уже навалить здесь урончику. Еще бы мне чуть-чуть накидали бы, и, знаете, тут где-нибудь на полхп я бы пожил. Вообще бы шикарные бы цифры полетели бы с этого рикошета. Было бы прям бомбически. Ну, с противником нам повезло. Что-то рикошет. Я тогда рикошет тестировал с плазмофакелом. И тоже получилось очень круто. Получилось запикаться, ну, не против самого сильного противника. И показать крутые вещи, да. И сейчас что-то запикиваемся, и тоже какие-то слабые бойцы против попались. Может, это рикошет так влияет? Когда пикаешься на рики, попадаются несложные противника. Ну, может, тайминг какой-то хороший поймал. Но забавно, забавно. 26 киллов у меня за 6 минут катки. Грубо говоря, мы можем здесь в каточке дать, ну, наверное, каких киллов 60. Если повезет. Так, твинс, конечно, меня здесь забьет. Ну, резист, да. Это очевидно. Что против реза я уже ничего такого сверх жесткого, к сожалению, сделать не смогу. Но ничего страшного. Ничего страшного. Ну, а сейчас попробуем с респа покидать по нему. С крита все так же можно нанести хороший урончик. Так, две аптечки юзает молодой человек. И все равно уходит на респ. Так, по овердрайву у нас 68%. Поэтому давайте попробуем закрепиться здесь ближе к спауну. И покидать урончик. Не успел я аптечку почему-то поражать. Хотя можно было бы там ее бы тоже реализовать. Кстати, выпадает дроповая оверка. И я бы не сказал, что она мне прям так сильно нужна. Так как у меня уже 82%. Ну, ладно. Возьмем. Возьмем. Прожмем овердрайв. И вот так вот с крита. Быстренько уничтожим любой резист. С крита, конечно, резисты не чувствуются. Все этот момент знают. И поэтому под действием овердрайва диктатора спокойнейшим образом можно все резисты контрить и уничтожать. Вчера, к слову, я когда играл с рикошетом в осаде, тоже был один молодой человек, который играл с резом. Там за счет сплэша, за счет критического сплэша, тоже получалось его уничтожать. Хоть и в моментах было это тяжело сделать, но все равно по итогу он не смог даже остаться на том вооружении, на котором играл. Пришлось ему переодеваться, чтобы просто пытаться как-то конкурировать против рикошета. То есть реально пушка сейчас стала себя показывать совсем другими красками. И это уже не та пушка, на которой буквально неделю, может быть две назад, я играл и говорил, что ну блин, ну реально п слабая. Реально не тянет, да. Баллон маленький. Урон какой-то, ну такой типа, да. То есть баллон маленький, соответственно, ты уже не можешь так круто реализовать свою пушечку. А тут за счет того, что у тебя так быстро восполняется баллон. На адреналине, так я бы сказал, что он еще и держится довольно долго, да. Так еще и восполняется быстро. То есть как только ты кнопку отжимаешь, он очень-очень быстро набирает обороты. И ты опять можешь наносить урон, наносить урон, наносить урон. Да, так же сам работает и с плазмофакелом и с любым другим устройством на рикошет. Поэтому сейчас мне сама пушка стала интересна вновь. И я, конечно, этому моменту рад. Надеюсь, что и в дальнейшем мы, может быть, даже найдем какие-нибудь интересные доп-комбинации к этой пушке. Я вот вчера играл, например, на паладина рикошете. Паладин рикошет тоже себя очень круто показывал. Поэтому, быть может, мы вместе с вами еще какие-то новые определенные комбинации протестируем с этой пушкой. И рассмотрим. Быть может, у вас тоже есть что-то интересное. Пишите по этому поводу в комментариях. Читаю комментарии. Возможно, вы мне тоже расскажете какую-то супер-мега-крутую имбулечку и меточку. Так, ну а по катке у нас пока что все легко. Даже может быть немножко скучновато. Довольно простая катка. Без особого сопротивления противника. Спокойно реализуем, спокойненько наваливаем. К слову, мой тиммейт, он играет на Вика Твинсе. С чем он? Сэмми играет. У него по киллам чуточку хуже идет. Хотя, в принципе, Твинсэмми тоже очень-очень сильный и очень крутой. На средней дистанции также хорошо работает от стенок урон. Рикошет работает как сама та функция, которая являлась изначально главной функцией. Этой пушки. Поэтому с реализацией просто проблем никаких нет. Никаких. Когда ты просто за один апельсин полторушку насовываешь, ну это прекрасно. Это просто прекрасно. Да, не всегда, конечно, у противника нет резиста и у тебя проходит крит. Но, когда такое случается, то это выглядит крайне эффектно и крутецки. Так, вот сейчас, например, с таким КП по 500, по 800. Значит, с крита сколько можно дать? Давайте крит, 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 дай крит. Дай крит. Один шарик. А, уже Дашку нажал. Интересно было бы, сколько по нему критом бы прошло. Но, также, Рикошет очень хорошо контрит аптечку. Аптечку, которую прожимает противник. То есть, он ее тоже не может прожать хорошо. Как и против Твинца условного. Как против Вулкана. Так же и против Рикошета. Реализовать аптеку грамотно. Чтобы она принесла не 1000 ХП, а какую-то хорошую, большую, приятную цифру. Тоже тяжеловато. Так, этот молодой человек на ДАшке. Поэтому по нему всего лишь по 600 урона у нас с крита залетает. Но могло быть куда больше. Куда больше и куда приятней. ХПшка у меня уехала. Так, лак сервера какой-то происходит. Довольно продолжительный. Ну и у нас уже почти 1000 очков есть. Ну попробуем. Давайте дотянуть до... Тещёночки. До тыщёночки дотянем. Вика Твинс просто штурмует вражеский респ. У него вообще, если честно, все получается. Противникам, конечно, нам повезло. Повезло, повезло. Очень сильно повезло. Видите, минус Рикошета. Ой, не Рикошета, а Твинса. Сейм не взял. Сам себя уничтожил, молодой человек. Чуть-чуть не зафартило. Так, давайте пробовать сливать. Сливать, сливать. Блин, не успел забрать, к сожалению. К сожалению, не успел забрать. Ну, получается, что... Твинс с Рикошетом примерно на одном уровне, да? Резист от Твинса. От Твинса один в катке от меня. Тоже один. То есть, ну, примерно один уровень у этих двух пушек. Примерно, наверное... Так оно и должно быть. Так оно и должно быть. Так и должна быть реализация этих двух замечательных устройств. Единственное, что, конечно, у Твинса есть Эмми суперская. Представляете, что было бы, если бы на Рикошете было бы устройство Эмми, которое бы работало от критических выстрелов. Представляете, насколько жесткий был бы Рикошет? Я прям себе сейчас представил такое устройство. И представил, насколько сильно его можно было бы реализовать. Все впереди. Быть может, мы такое устройство в ближайшем будущем увидим. И у нас помимо... Помимо Твинса Эмми... Будет возможность лицезреть еще и Рикошет с такой же функцией. 150 киллов еще и даже досрочку сумели сделать. 5000 почти с катки получаю. Очень хороший бой. 52 килла. Ну и 1000 очков мы за эту катку берем. Поэтому, что я вам могу сказать. На Рикошет, в моем понимании, сейчас есть два хороших устройства. Это плазмофакел и это адреналин. Другие устройства являются не столь однозначными. И не столь широко реализуемыми. Я бы сказал бы так. Поэтому, здесь мы концентрируемся над этих двух устройствах. И единственное... Я вам даже не могу сказать, какой из них жестче. Что плазмофакел, что адреналин можно очень круто реализовать. Единственное... То, что, наверное, с Викингом... Адреналин за счет Викинга Овердрайва покажет себя лучше. Да. А вот плазмофакел условно на диктаторе под критами за счет быстрой возможности нанесения урона будет смотреться еще жестче. Но, в общем и целом, адреналин также очень круто и эффектно работает в нашем матчмейкинге. Пишите, что вы думаете по поводу рикошета. Пишите, что вы думаете по поводу устройства него. Какие устройства, по вашему мнению, являются самыми жесткими на данный период времени. Мне факт того, что пушка ожила очень и очень сильно нравится. Надеюсь, что и в матчмейкинге на каких-то определенных режимах и катках, когда, например, от Теслы, от Фриза, от Страйкера будет большое количество резистов, я буду в своей голове держать эту замечательную пушку, брать ее и спокойнейшим образом ее реализовывать. Поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также не забывайте про тег создателя контента в настройках нашей игры. В аккаунте есть внизу тег создателя контента. Мой текущий замечательный тег, тег Тимпэ. Здесь вы его можете выбрать и участвовать в розыгрыше на 2 миллиона кристаллов и на 50 тысяч танкоинов. Все, что вам нужно сделать, это оформить покупочку в магазине, покупку танкоинов или премки и регистрироваться в форме, на которую ссылка есть в описании. Переходите, регистрируйтесь и участвуйте в замечательном розыгрыше, итоги которого будут уже буквально через месяц, буквально через месяц 30 апреля. Поэтому переходите, участвуйте. У всех есть возможности неплохо зафармить. Ну а у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok